то что я вам сейчас расскажу является секретом каждого инвестора который стал по-настоящему богат слушайте и запоминайте здравствуйте я бода шефер финансовый консультант писатель создатель семилетнего курса финансовая успешность если вы будете следовать его принципам то с большой вероятностью можете достигнуть финансовой стабильности получив важное знание меня постоянно спрашивают как лучше всего инвестировать 10 тысяч евро мой ответ никак игра не стоит свеч вы сейчас испугались думаете у бода шефер высокомерный тип нет я считаю 10 тысяч евро ценной суммы я не зазнался но правда такова что инвестировать 10 тысяч евро не стоит усилий лучше мыслить масштабней лучше инвестировать свое время и развиваться прежде всего нужно учиться тому как зарабатывать эффективно ведь только лишь увеличив свое рабочее время вы ничего не добьетесь только работа с чувством знания и толка является ценной и так мой первый совет учитесь тому как зарабатывать больше но давайте мы сегодня поговорим про инвестиции вы должны знать сегодня деньги уже не имеют огромной ценности посмотрите-ка на эту купюру у меня тут пятисотка да это же просто яркая бумажка у нее нет никакой ценности кроме той которой мы сами ее наделяем потому что мы доверяем власти и друг другу потому что ты доверяешь мне когда я даю тебе эту бумажку а ты мне что-то взамен потому что ты уверен что можешь за эти 500 евро купить что-то другое ведь случаются такие ситуации когда деньги обесцениваются мои бабушка и дедушка приезжали в пекарню с целой тачкой купюр чтобы купить хлеб одну буханку за целую тачку денег в общем если вы меня спросите что же сегодня является деньгами то я скажу не это вот вам мое наставление настоящие деньги сегодня это твои знания твои знания если ты их имеешь у тебя многое получится если знаний нет дела идут плохо тогда деньги просто просачиваются сквозь пальцы без возврата поговорим-ка с вами про ошибки которые допускают люди вкладывая свои сбережения сегодня я расскажу вам какой невероятный прорыв вы можете совершить в сфере заработка но давайте сначала обсудим ошибки которые люди допускают в инвестирование итак первая ошибка большинство людей разыскивают специального консультанта по инвестициям человека которому можно доверять вы можете меня сейчас упрекнуть как это это же не ошибка это имеет смысл нет в этом никакого смысла нет потому что большинство консультантов которых вы знаете на самом деле несостоятельны то есть они хотят показать вам как вы можете разбогатеть хотя сами богатством не обладают имеет ли это толк конечно нет большинство таких консультантов на самом деле просто продавцы воздуха они могут продавать вам себя как хорошего консультанта но на деле они сами ничего не умеют То есть и советовать, значит, тоже не вправе, потому что если бы знали, как стать богатым, то сами были бы миллионерами. Логично, правда? Почему же столь огромное количество людей обращаются к таким специалистам? Потому что они знают недостаточно и надеются на знатоков. И вот мы с вами опять вернулись к знаниям. Вы нуждаетесь в финансовом образовании. Позвольте совершенно точно вам сказать, вам не удастся это обойти или избежать. По крайней мере, если вы хотите быть по-настоящему успешными. Но знаете, подавляющее большинство людей не желают быть независимыми. Они хотят быть в безопасности. Почему? Потому что они ленивы или осмотрительны? Потому что предпочитают чувство комфорта? И именно для удобства люди ищут себе финансовых консультантов, чтобы быть уверенными, что все делают правильно. Итак, как избежать первой ошибки? Занимайтесь лично своим финансовым образованием и пониманием, что такое деньги и богатство. Нужно самому в этом разобраться, а не слепо доверяться какому-то консультанту. Вторая ошибка. Мы все ее допустили, и я не исключение. Мы все ходили в школу, и все были испорчены системой образования. Да, у меня были очень хорошие учителя. Большинство были, конечно, посредственными, но было парочку превосходных наставников. Но в отношении денег и богатства они были не очень полезными, ведь никто из них не был богат. Они не могли рассказать нам, как добиться финансового успеха, потому что сами не могли этого сделать. Выходит, что они не научили нас тому, что пригодилось бы нам в реальной жизни. Учителя обучали тому, на что сами учились. И все эти знания можно применять только для работы по найму или максимум для какой-то внештатной работы. Был ли у вас такой учитель, который говорил, «Эй, самое важное в жизни — уметь рисковать. Ты должен быть самостоятельным. Попытайся стать инвестором и стремиться жить на доход от инвестиций. Ты должен понять то, что можешь сам создать бизнес и должен быть хорошим руководителем и лидером, вести людей за собой, принимать риски на себя». Всего этого мы никогда не слышали от своих учителей. Итак, второй ошибкой было воспринимать основополагающей истиной все то, чему нас учили в школе. И если вы сейчас не заполните эти пробелы в знаниях, это мировоззрение так и будет доминировать среди прочих. Потому что наша голова с самого раннего детства наполнена неправильными суждениями. Например, все слышали о том, что вкладывать деньги в акции — это опасно. Но спросите себя, что именно является опасностью? Опасным является лишь то, в чем мы не разбираемся, над чем мы не имеем контроль. И вот мы опять пришли к знанию. Если ты имеешь контроль над инвестициями, то они никогда не будут опасными или рискованными. Но чтобы иметь этот контроль, мы должны многому научиться. Если вы ходили в школу, как и я, то, конечно же, научились куче всяких умных вещей. Но они не делают вас богатыми. Они и меня таковым не сделали. Они также не делают вас хорошими инвесторами, как не сделали и меня. Все, что нам сейчас нужно, это научиться выживать в современных реалиях и постигнуть как можно больше знаний в финансовой сфере. Третья ошибка. Вы становитесь трейдером, а не инвестором. Большинство людей является трейдерами. Кто такой трейдер? Это торговец. В самом лучшем случае он покупает что-то подешевле, чтобы продать подороже. Так он делает свою прибыль. Покупать дешевле, продавать дороже. Многие люди вообще не в курсе, что они на самом деле никакие не инвесторы. Они говорят про инвестирование, но никогда не инвестируют. Они самые обыкновенные трейдеры, которые пытаются купить подешевле, а продать втридорога. Трейдер – это азартный игрок, который пробует, например, купить акции подешевле и продать подороже. От радости он чуть ли не из штанов выпрыгивает. Но что ему дальше делать с деньгами? Он, конечно, может попробовать инвестировать еще раз. Но трейдер – это игрок. Он всегда будет выжидать благоприятный момент, следить за курсом акций и ставить все на кон. Он спрашивает, Бодо Шефер, а вот сейчас тот идеальный момент или нет? Мне сейчас покупать или продавать? Трейдер – не инвестор. Из 10 000 трейдеров станет богатым максимум один. Конечно, оборот денег у них может быть большим, но это богатство кратковременное. Трейдеры почти всегда теряют деньги. Хотите знать, в чем же разница между инвестором и трейдером? Два слова. Кэшфлоу. Или, проще говоря, денежный поток. Кэшфлоу. Словосочетание, которое звучит несколько высокопарно и пафосно, но вы должны его обязательно выучить, обязательно. Денежный поток, направление, куда текут ваши деньги. И, конечно же, вы понимаете значение этого слова. Но с сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы дали этому выражению эмоциональную окраску. То есть глубже заглянули в его значение и поставили вопрос, а в каком же направлении текут мои деньги? По большому счету, есть только два возможных направления. Либо деньги текут из вашего кармана в чей-то карман, либо к вам приходят деньги из чьего-то кармана. Итак, очень важно знать, плывут ли деньги к вам или от вас. Инвестор покупает что-то, чтобы впоследствии иметь позитивный денежный поток. Что значит позитивный? Когда деньги текут ко мне, в мой карман. То есть я занимаюсь инвестициями, чтобы мои карманы регулярно наполнялись. Негативный денежный поток значит, что мои деньги уплывают в чей-то карман. Мы должны понять, что трейдер не занимается инвестированием, когда покупает акции. Это наоборот, негативный поток. Он тратит деньги на новые акции, деньги уходят. Многие этого не осознают и думают, «Эй, я сделал классную инвестицию». Нет, не сделал. Только поменял деньги на акции, и деньги ушли. Вы сделали ставку на будущее, в котором эта акция, возможно, возрастет в цене. Но, возможно, и нет. Я вам обещал сегодня прорыв, но не какой-либо. Я говорил, что вы получите главный прорыв, который вы сможете совершить как инвестор. Вот он. Но я должен вас предупредить. Он требует очень много сил. И прошу вас, когда я расскажу его суть, не закрывайтесь от меня. Оставайтесь открытыми. Не говорите «это слишком для меня сложно, я не смогу». То, что я вам сейчас расскажу, является секретом каждого инвестора, который стал богатым. Слушайте и запоминайте. Учитесь экономить и откладывать как можно больше своего дохода, переходя жить на кэшфлоу, то есть на денежный поток от своих инвестиций. Позвольте, я повторю еще раз. Учитесь получать максимум от своего дохода и терять все меньше. Итак, я еще раз повторю. Учитесь откладывать практически 100% денег, которые приносит работа, а жить на деньги от инвестиций. Большинство людей выбирает другой путь. Они зарабатывают деньги, что-то из этого откладывают, например, процентов 20, и эти 20% они меняют на акции или вкладывают в какие-то фонды. Эти люди тоже, по сути, трейдеры. Они меняют время на зарплату. То есть на кое-как сэкономленные деньги они покупают акции, а не трейдеры вдвойне. Это негативный денежный поток. Если вы сделаете то, что я только что описал выше, то заметите поразительный результат. Вы будете делать все возможное, чтобы как можно скорее получилось жить только от инвестиций. Это все имеет огромный плюс. Что происходит далее? Вы захотите иметь как можно скорее и больше инвестиций, так как должны жить на доход от них. То есть вам все скорее будет нужен денежный поток. Если вы сделаете то, чему я вас сегодня научил, будете учиться правильно инвестировать и стремиться жить на доход от инвестиций, то получите огромные, просто гигантские преимущества. Первое. Вы будете снова и снова размышлять над инвестициями, все больше углублять свое финансовое образование и просто становиться лучшей версией себя. Второе. Вы сможете концентрировать свое внимание не на доходе от работы, не на своей зарплате, как большинство людей, ведь это не приносит богатства. Человек ощущает себя богатым, когда получает очередную зарплату. Но на самом деле это не так, у него ничего нет. Наверное, некоторые из вас уже научились откладывать деньги. Это супер преимущество. Но вы трейдер, а не инвестор. Ваш способ мышления должен стать совсем иным. Научитесь инвестировать свое время. Не меняйте его на деньги. Используйте время, чтобы узнать что-то новое про инвестирование. То есть не нужно обменивать время, нужно его инвестировать. Как я и обещал, это очень сложно. Очень. Но это должно стать целью. Ведь получается так, что именно цели приводят нас в движение. И эта цель очень легко сформулирована. Позаботьтесь о том, чтобы ваш кэшфлоу, то есть денежный поток, был больше, чем ваши затраты на повседневную жизнь. Денежный поток, конечно же, из ваших инвестиций. Почему же то, что я вам только что рассказал, является таким огромным прорывом? Потому что не имеет значения, сколько миллионов имеет человек. Если он использует их как трейдер, можно сказать, что у него попросту ничего нет. Мы часто слышим истории про богачей, которые в одночасье обанкротились. Потому что они были трейдерами, имели негативный денежный поток. Очень важно, сколько позитивного денежного потока вы имеете. Сколько денег вы стабильно получаете со знаком плюс, как пример, арендную плату за недвижимость или дивиденды от вкладов. То есть, сколько суммарно вы получаете в месяц от своего инвестирования. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас в окружении есть люди, которым также интересна эта тема, перешлите им это видео. Делитесь этими важными идеями с тем, кто вам не безразличен. Сделайте все возможное, чтобы жить жизнью своей мечты.